Здравствуйте, дорогие друзья! Кипрские события, среди прочего, показали одну очень важную вещь. Они показали, что в области экономики никакого аналитического обеспечения первых лиц российского государства не существует в принципе. О том, что кипрские банки находятся в состоянии глубочайшего кризиса, и Кипр является опасной зоной, с финансовой точки зрения, знали все в мире еще полтора года назад. Об этом писались статьи, давались интервью, публиковались отчеты. И если это оказалось новостью для российского руководства, значит аналитического обеспечения этого руководства не существует в природе. Я не удивлюсь, если наши уважаемые руководители до сих пор не знают, что в России нарастает, например, спад промышленного производства. В январе этого года промышленное производство сократилось на 0,8%, в феврале спад составил 2,1%. В прошлый раз у нас был спад в 2009 году. Но тогда спад был вызван катастрофой осени 2008 года, катастрофой общей мировой. Нефть стоила 34 доллара за баррель. Сейчас нефть стоит, даже с учетом Кипра, 108 долларов за баррель. Сырье стоит дорого. По-прежнему и бюджет Российской Федерации захлебывается от денег. Без движения валяется 6 триллионов рублей. И слой олигархов не знает, куда деньги девать. Мы видим это на московских улицах. А промышленность сокращает производство. Это не какая-то разовая флуктуация. Я обращаю внимание на то. Есть такой хороший индикатор. Объем перевозок по железной дороге, проката черных металлов для промышленности стройматериалов. Для домостроительных комбинатов, грубо говоря, это определяет, что у нас будет со строительством жилых домов. И с провышенным строительством в стране. Так вот, в январе он на 18% ниже прошлогоднего уровня. В феврале на 20% ниже. Дорогие коллеги, можно рисовать любые показатели. У нас в одной из областей, если поделить инвестиции в построенное жилье на объемы жилья в метрах, получается, что квадратный метр жилья обходится строителем в 6000 рублей. Понятно, что это безумные приписки части квадратных метров, введенного в строк жилья. Можно приписывать все, что угодно. Можно рисовать и победу Единой России, и низкую инфляцию, и высокий экономический рост. Но нельзя обмануть жизнь, нельзя обмануть экономику. Российская Федерация входит в экономическое пике. Вообще, наше руководство об этом, скорее всего, даже не догадывается. Оно с наслаждением играет с взбесившимися принтерами в разного рода играх. А давайте-ка мы уничтожим донорство Российской Федерации. Сделаем его бесплатно. А давайте-ка мы введем уголовную ответственность за проживание без прописки. При этом масса людей живет две недели в одном городе, две недели в другом. Соответственно, через год они уже будут злостными рецидивистами, уголовниками. И таких чудовищных инициатив нулевой промиллея. Все, что угодно. Наше государство играет в бирюльки. В то время, когда созданный им карточный домик российской экономики начинает рассыпаться. Уважаемые коллеги, думайте внимательно и серьезно, как не оказаться под бетонными руинами этого карточного домика. Вам предстоит выживать в условиях жестокого системного кризиса, в условиях смуты. И как в конце 80-х, начале 90-х, тоже придется выживать против государства. Вопреки усилиям государства. Только в отличие от начала 90-х, государство не махнет на вас рукой. Оно будет вас агрессивно преследовать и последовательно грабить, насколько я могу судить. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...